Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 марта и как всегда я сейчас отвечу на вопросы, которые пришли в последние дни. Несколько дней я не отвечала, тут скопилось очень много, поэтому сразу извиняюсь, если до вашего вопроса не дойдет очередь. Вы понимаете, что это невозможно ответить на все вопросы, даже по времени. Вот последнее было про тлю и про посев в холодных теплицах. В основном все последние вопросы и комментарии именно к этим видео. Вот пишет Еленка про тлю на перце, сейчас это вопрос лободневный, очень у многих появляется тля. Нам однажды помог спрей-блок для кошек, одного опрыскивания хватило. Кстати, я это не раз слышала, сама не применяла, сразу скажу, что некоторые люди применяют вот это средство, которым выводят блох на кошках. Применяют для борьбы с паутинным клещом, для борьбы с тлей. Сразу скажу, я ни разу не применяла, но вот в комментариях пишут, можете спросить даже название. Так, тут написано, опыт выращивания капусты Романеско, было ли нет? Нет. Татьяна Анашина спрашивает, я не знаю, что это такое. Вот Наташа Черных пишет, здравствуйте, Ольга, у меня в теплице завелись слизни, если я обработаю серной шашкой, они погибнут. Посоветуйте, чем лучше обработать. Наташ, во-первых, я слизни в прошлом году первый раз в жизни увидела, сама просила совет, мне вот там всяко говорили, что надо мокрые тряпки расстилать, вот самый такой безобидный способ потом собирать их. И про серную шашку, я нынче хотела обработать серную шашку, серной шашкой теплицы, где у меня в том году был паутинный клещ, ну, чтобы точно убить. Но люди пишут, не советуют, что не обрабатывайте серной шашкой, что и вот коррозия металла, и вот этот поликарбонат-то. И я вот сейчас сижу и думаю, может быть, действительно не стоит портить теплицу как-то своими какими-то средствами, способами со слизнями бороться. Про слизни ничего конкретно вам сказать не могу. Я сама сижу в раздумии, что если в этом году появятся слизни, как их истреблять, какими, агрохимию покупать или руками собирать, не знаю даже. Вот пишут, да уж, как руки чешутся, это точно. Ну вот про формирование томатов, два томата в одну лунку индетерминатные, сколько стволов формировать, когда по два лунку. Я сейчас не буду распространяться, это же целая отдельная тема. Я немножко чуть позже буду рассказывать, но в прошлом году все это рассказано. Вы формируете в зависимости от региона, смотря сколько вам надо оставить кистей. В зависимости от вашего предпочтения, какие вы будете укрупнять томаты или нет. Если вам все равно какого размера, то можно и два ствола оставить, тогда их будет больше томатов, но они будут мельче. Ясно, что кто хочет получать крупные, они ведут в один ствол, оставляют по три, по четыре кисти, но они укрупняются. Сейчас вдаваться, углубляться в это не стоит, это же очень сложная тема. И тут, когда вы спросили, поскольку оставлять, это ведь каждый решает для себя сам, и для этого у каждого свои обоснования. Я и говорю, что даже и от региона, и от наших предпочтений, все это зависит. И от сорта, например, мелкоплодные, можно хоть сколько стволов оставить, а они что так мелкие, что так окрупные, люди стараются много стволов не оставлять, чтобы именно получить крупный плод. Ну вот про посадки, что есть ложе утепленное на подоконнике, 22 градуса, хочу посадить на окне, потом переставить в лоджию. Так, про перцы. А, вот еще вопрос интересный, вчера хотела ответить, он, кстати, уже не первый, пишет Наталья Чадаева, стволы у рассадов перца приобрели неравномерно фиолетовый окрас. Листья крупные, зеленые, сами стволы толстенькие, крепкие, это нормально или нет? Многие пишут, что у меня стволы стали розовые у перца, кто-то пишет, что вот тут фиолетовые, кто-то пишет розовые, кто-то пишет, что красные стволы. Вы знаете, я замечала, наверное, это все-таки характеристики сортовые. Обычно, если красноплодный перец, ну то есть красный, который у него почему-то розоватые или фиолетовые или красноватые стволики, а если перец желтый или оранжевый, у него стволики всегда зеленые. И у меня вот тоже краснеют стволики, ну как розовые, красные, фиолетовые делаются. Это я не считаю каким-то недостатком, они потом дальше растут и в конце концов они все прекрасно вырастают. Мне кажется, что вот это так же, как у фиолетовых, у голубых томатов стволик тоже фиолетовые и листики фиолетовые. Мне кажется, что вот этот вот красящий пигмент, который находится внутри растения, он все-таки дает о себе знать и ствол окрашивает. Ой, ой. Так вот пишет Марина Глинцова, октора не пахнет, что вот можно тлю окторой. Что кладете в лунки перед высадкой? Я кладу в зависимости от того, что у меня есть. В прошлом году клала рыбную муку, добавляла в одной партии в теплице, в другой добавляла суперфосфат, изолу. Это вот как, на что хватает рыбной муки, докуда хватило, на сколько теплица, добавляла натуральную рыбную муку. В вогороде рыбная мука кончилась, начала добавлять суперфосфат. Все, что нужно растению на первом этапе, я всегда стараюсь добавлять. Конечно, всегда добавляю перегной. Вот пишет Наталья Чернявская, когда сеять пекинскую брокколи в теплицу. Брокколи, это вообще очень холодостойкая культура, ее можно было сеять и в начале марта, она выдерживает до минус пяти, до минус семи. Вот рассада такая взросленькая, можно уже сеять сейчас. Сейчас еще рано сеять только цветную капусту, потому что она немного более теплолюбивая, и она сильно перепад температур может не вынести брокколи, пекинскую, все уже можно сеять. Вот пишет Наталья Чернявская, на баклажане после семидольных листочков растут два стебля, оставить или отрезать. Но два стебля это не очень хорошо, у меня один раз было такое, я их общипываю, потому что он потом делается куст, но я не могу сказать уродливый, но он начинает формироваться не так, как нужно. Выберите лидирующий, который толще, а тоненький уберите, я думаю так. Можете ради эксперимента оставить, но ничего хорошего с него не выйдет. Вот на такой вопрос я еще раз говорила, что очень сложно ответить. Помогите советам, рассада после сходов останавливается в росте и погибает. Я никак на такой вопрос ответить не могу, я уже говорила. Я не знаю, где она у вас, может быть у вас низкая температура, может быть ей, может быть грудь не обработает, может быть у нее там черная ножка, как она погибает, она падает или она чахнет, засыхает. Этот вопрос остается без ответа и так же, как все подобные, без каких-либо данных, даже без возраста рассады, в каком погибает возрасте, когда только семидольки или когда настоящие листья. Это же все индивидуально, никто заочно вам не ответит. Ну, причин гибели много, вы же знаете. Может завестись, например, заболевания, могут завестись вредители, может быть ей вообще непригемлемые условия выращивания, не знаю. Мне, конечно, жаль, но тут, как говорится, так же, как врач, как может он заочно поставить, по телефону некоторые есть умельцы ставят диагнозы. Я даже не возьму на себя ответственность сказать причину гибели, потому что я действительно не знаю, почему погибает рассада где-то там, ну, которую я не видела даже. Вот опять про пекинскую капусту. Можно сеять или рано, Галина Пушкина. Можно сеять пекинскую капусту. Все капусты, кроме вот этих вот, цветную не надо. Сейчас и скороспелку можно сеять уже, и позднеспелую можно сеять, и брокколи, и пекинскую. Вчера, Галина Шишкина, вчера посеялась зелень в теплице. Делаю все так, как вы советую. Очень работает своя зелень с весны до поздней осени. Еще родственникам перепадала. Вот Нина Лебедева пишет, очень важный комментарий. Видела такие помидоры, обработанные атлетом. Они после высадки в теплицу остались такими же маленькими, коренастыми, с соответствующим урожаем. Поэтому я всегда говорю с осторожностью относиться ко всем этим вот, к новейшим изобретениям, которые как-то блокируют рост наших растений, вмешиваются в естественное, в их развитие. Пусть они будут немножко, лучше лишний раз распекировать, еще раз пересадить, перевалить. Но я тоже атлетом не пользуюсь. И я вот эти вот предостерегающие комментарии, высказывания слышала, что у многих после атлета, потом и в открытом грунте, растение не может в себя прийти и ведет себя неадекватно. Вот Вера Тайва пишет, уже посеяла редис, зелень, сомневалась, теперь сомнения прошли. Редис и зелень точно уже вырастет в это время. Так, розочки стоят. Завтра помчусь сеять редиску. Ну, правило, стаканчики, вот, хоть и есть такой магазин, зачем покупать, если можно сделать из ничего. Это вот про посевы, что многие уже сеют. И действительно, в прошлом году мне многие писали, высказывали опасения, что боятся так рано сеять. Но потом, когда все взошло и выросло, люди удивленные и удовлетворенные, что не побоялись. Не надо бояться. Эти семена зелени, они не так дороги. Тот же самый салат, тот же самый редис. Даже если первый год у вас что-то не получится, что-то случится, пойдет не так, вы на основании вот этого неудачного опыта на будущий год скорректируете немного и посеете еще раз. Вы потеряете только стоимость семян, там, 3-5 рублей. Это не рассада, это ничего. Сейте, экспериментируйте. Вот тут вот Анна Безлюдная написала, ну, большой длинный комментарий, как она высаживает. Вот кому интересно, почитайте, что они потом, ну, они, вот, как я говорила, сначала размечают, где у них будет посадки, потом зелень высаживают на свободное расстояние, и все у них получается. И вот это меня заинтересовал комментарий Юрий Космонавт. В январе посеял в теплице томаты, арбуз и дыни. Это очень странно. Где он, интересно, живет? Я понимаю, томаты, а зимы, они вот весной взойдут, но арбуз и дыни, неужели они тоже могут вот так в таком морозе взойти весной? Если честно, ни разу не пробовала. Вот пишет Светлана про тлю на перце. Странно, что человек один раз, столкнувшийся с тлей, дает всем советы. Извините за прямоту, как можно что-то рекомендовать, не зная последствий. Почему я не знаю последствий? И странно, что вы удивляетесь, что один раз, столкнувшись с тлей, мне одного раза хватило. Я теперь знаю, как с ней действовать, как я всю информацию изучила. И фитовермом то, что я побрызгала, я знаю последствия. Она у меня вся умерла. А обработку зола с мылом мы делаем на улице. Я обрабатывала там тлю другую, не на перцы. Все последствия я знаю. И если вам одного раза не хватает для того, чтобы знать, как бороться с тлей, то это очень странно. Я столкнувшись один раз, я теперь уже все знаю и все последствия, и могу давать советы. Но если вы такой человек, что вы не доверяете после одного раза, вам надо, чтобы у меня 10 лет подряд была тля, и чтобы я как докторскую защитила по тле, ну тогда, не знаю, не применяйте мои советы. Если вы такой человек осторожный, есть люди осторожные, да. Может быть, они и правы. Вот Захар Федотов, не знаю, он сам пишет, или обычная женщина со страничек мужа пишет, что выглядит очень молодой. Молодой не скажет, что 56 лет. Но мне вообще не 56, а 58. Мне уже через год с хвостиком будет 60 лет. Но я скажу, что я, конечно, работаю над собой. После выхода на пенсию оказалось, что так много времени, можно хотя бы заняться собой. Когда я работала, мне было все некогда, не до меня, не до меня. И очень помогает огород. Я вот со своей активностью пишу, что я вообще забываю о своем возрасте. Мне кажется, чем мне больше лет, тем я становлюсь моложе и здоровее. Раньше у меня была спина больная, я вообще не вставала. И астма была в более запущенной форме. Сейчас я и про астму забыла, и спина у меня не болит, скачу. И вот, ну надо работать, конечно, над собой. Я тружусь над огородом и над собой все вместе. Вот как часто поливать, опять вопрос, но про это уже было, про полив томатов много-много раз. Поливаете по мере подсыхания грунта. У каждого это индивидуально, в зависимости от условий выращивания. Там, где жарко, конечно, тот человек будет вынужден чаще поливать. Если температура более низкая, то самое главное, не переливайте и все. Вот это, не заливайте лотки, а как часто поливать мы сами решаем. Вот пишет, не знаю, Вася это или не Вася, может кто-то от его имени. На таких лампах только укроп ростить. Они ни на что не годятся. Это тоже странно, когда человек видит видеоролики, что у меня там растет рассада, полные стеллажи, и я из года в год выращиваю на таких лампах только укроп ростить. Но укроп я не думаю, что кто-то для укропа стеллажи. Вообще, комментарии очень странные. Ну это может быть какой-то ребенок совсем маленький, может так написать, интересуется огородной темой. Вася, ты не прав. На этих лампах, под этими лампами все вырастает прекрасно, рассада пышет. И мне обязательно дорогие фитолампы. У меня есть вот две дорогих фитолампы. Никакой разницы нет, я вам гарантирую. Уже много лет выращиваю под простыми. Так вот Елена Гребенникова пишет. Оля, я тоже нашла у себя на перцах тлю, обработала препаратом зубр. Только переживаю, не могла ли она вредить макушке. Если можно, ответьте мне. Лен, про препарат зубр ничего не знаю, ни разу не пользовалась. Я могу только о собственном опыте сказать. Если я не пользовалась, я не знаю. Ну ждите теперь, раз уже обработали. Теперь уже даже если бы я сказала, что не надо было им обрабатывать, уже ничего не изменишь. Но я, если честно, не пробовала им обрабатывать. Я вот обработала только фитовермом. Так, действую вашим советом. Надеюсь на хороший результат. Главное верить в хороший результат, он обязательно придет. София написала, опрыскивала народными средствами. Тле еще больше пришлось покупать химию. Очень долго рассказываете. Времени жалко, можно покороче. Но я вот тут могу дать совет, что если времени жалко, вы как-то сами, ну ищите способы, чтобы или перематываете, или вот кто-то на ускоренном видео смотрит. Покороче это нельзя, потому что от этого ведь зависит. Вот начинающий, например, огородник, он первый раз столкнется с тлей. Ну как я покороче? Я могу сказать, что завелась тля, купите фитоверм и опрыскайте. Ну а кто-то, может быть, не хочет покупать, ходить. Может быть, негде покупать. Может быть, он хочет попробовать и механический способ, и вот это опрыскивание народными средствами. Но про народные средства, София, я вам сразу сказала, что это очень долгий процесс, и это надо ежедневно, и в течение недели, и не всякий на это способен. Не у всех хватает терпения. Ну а как я вот поняла, раз вы не можете, даже видео, как вам кажется, что очень длинно уже, значит вы такой психотип у вас человека, что вам надо все побыстрее. Значит вам не надо народными средствами сразу покупать агрохимию. Все люди разные. А кто-то, может быть, тщательно изо дня в день будет ходить и протирать эти листики. И я должна объяснить все варианты, которые работают. И народные средства, и это просто механическая обработка. И агрохимию. Кому надо быстро, смотрите, начало и конец. Это прекрасный вариант. Так, вот у меня беда, всходят баклажаны хорошо, Олеся. Но это вот то же самое, что как про то, почему погибает рассада. Деформируется неровно, затем засыхает, чем не прыскало, от клеща и от нехватки цинка и мочевины ничего не помогает. Но теперь вы там намешали уже такого коктейля. Теперь уже действительно не поймешь, от чего они погибают. Сразу, вот смотрите, как только у вас что-то нехорошее с рассадой, например, погибает. У меня совет такой. Перед тем, как чем-то пользоваться, какой-то вот этой агрохимией, которой вы уже, как я поняла, раз, два, три, три наименования применила. Вы не пожалеете, вырвите одно растение, осмотрите корневую систему. Чаще всего гибнут, вот когда они маленькие, когда только родились, не от паутинного клеща, который заводится в более позднем состоянии, а именно от заболевания корневой системы. Это может быть и грунт, это может быть и просто холодно баклажанам. Баклажаны, они очень теплолюбивые, может быть, на холодном подоконнике они стоят. Ну, и только если вы увидите, что корневая система хорошо развита, она белая, а не коричневая. Вот когда начинается заболевание корневой системы, оно приобретает такой темноватый цвет. Когда хорошая корневая система, тогда уже смотрите вредителей, и тогда смотрите, ну, не знаю, нехватка цинка в таком раннем возрасте, я не думаю, что сразу бы она всего один настоящий листик, вот они только родились. Но опять же, это вопрос очень сложный, это нужно обследовать ее, обследовать вам самим. А теперь, когда уже вы и этим обрызгали, и этим, и этим, может быть, уже и передозировка чего-то, и они от этого могут погибнуть. Вот вы пишите, может, кто знает, что делать. Я не знаю, вам советов опять могут разных насоветовать, но если человек не видит вашу рассаду, он никак не узнает, и тоже слепо повторять все советы, вот обработки именно вот этими химикатами, будьте с ними осторожны. Иногда просто вот они деформируются, из-за того, что, может быть, там суховато было, может быть, еще что-то, а вы еще начали вот такую массивную атаку на них, вот этим всем, хотя до пикировки вообще не нужно ничем подкармливать, у вас тут уже от нехватки цинка, мочевиной подкормили, и, может быть, еще хуже. Там, ну, корневая система совсем нежненькая, можете вы изжечь. Не знаю, в таких вопросах я чувствую себя как-то неудобно. Казалось бы, человек ждет от меня помощи, но какую можно помощь предложить, если ты не видишь этих растений? Я вот про свои могу определить, каким что не хватает. У меня обычно или просто вытягиваются пикировка, или если они вот родились, вот как тут раз шапки не сняли уродливые, это был просто некачественные семена, и тут уже ничем им не поможешь. Они вот гнулись, крутились, крутились, еле выросли, я их распикировала, но они отстают в росте все равно, и я решила, что их дальше выращивать уже смысла нет по сравнению с нормальными. Они стоят очень, отстают в росте, я думаю, что урожай с них большой, хороший, уже не получишь. Вот пишет клан сибирских цветочек, надо заглядывать под лист, спасибо, что предупредили. А вообще лист просто так деформироваться и скручиваться не может. Или причина в вредителях, или в недостатке влаги микроэлементов. Это естественно. Особенно если лист коробится, это чаще всего вот на той стороне листа сидят какие-то вредители, высасывают сок, и его сразу, он весь деформируется, прям делается такой волнами. Будете ли вы показывать, как готовить грядки на улице? Буду, конечно. Ну, вот тут от плесени посоветовали одно средство, другие пишут, что им не надо. И Ксюта пишет, в домашних условиях на рассаде очень помогает фитоверм, проверено. Вот я про него и говорила, что если у вас нет времени народными средствами, опрыскайте фитовермом, и все, проблема будет решена. Ну, вот пишет Валентина, спасибо за информацию, сегодня на трех перчиках обнаружила тлю. Я говорю сейчас, что это очень-очень такая актуальная информация, ну, как тема, что как только появилась рассада, у нас сразу появляются проблемы. Появляется тля, появляется черная ножка, появляется плесень. Это не значит, что там халатный хозяин или все. Это естественно. Ну, все это есть у нас и в земле, и везде. И вот... А, ну вот еще. Пишет Юрий. Масса пустой информации ни о чем. Ну, вы видите, какие мы разные. Вот кто-то пишет про эти ранние посевы. Ой, спасибо, что рассказываете, мы даже не знали, не представляли, что можно сеять рано. Человек, который это уже знает, что он пишет, что для него это пустая информация. Но вы будьте немного лояльнее к другой половине зрителей, которые только-только первый раз вышли в огород. И вы вот пишете масса пустой информации, ни о чем. Вы мне это зачем пишете? Я прекрасно понимаю, что у людей разная степень информированности. Для вас это пустая информация, для начинающего огородника, это вот как они пишут, для нас как дождь в пустыне во время засухи. Вы пишете просто для того, чтобы как-то немного автора канала, хозяина канала, немного как-то оскорбить или немножко обидеть. Или какая вообще у вас... Какой посыл-то? Зачем вы это пишете? Ну, если для вас эта информация уже знакома, ничего... Ну, идите дальше, пролистывайте. Можно вообще не включать. Там же написано, описание к видео я даю. А для новичков это нужно. Так что буду вот эту массу пустой информации и дальше давать, потому что кому-то она нужна. Мы... Очень у нас разные здесь группы. Кто-то вообще спец, такой опытный, что ему, возможно, неинтересно. А кто-то вот так глаза раскрыв пишет, ой, я даже не знала, что в марте можно уже что-то посеять. Ладно, не буду на этом заострять внимание. Все мы разные. На Юрия не будем обижаться. Он у нас, наверное, самый умный. Это у него пустая информация. Вот пишет Мария. У моей рассады томатов в январской появляются кисти цветочные. Что с ними делать? Ну, значит, вы создали им такое благоприятное условие, что они у вас уже хотят плодоносить. Ну, я не знаю. Я бы вам посоветовала, наверное, еще раз делать перевалочку. Вот люди, смотрите, люди всяко делают. Понизить температуру немного, чтобы им не было так комфортно. Немножко снизьте полив, чтобы, как вам сказать, немного спартанские условия им сделать, и тогда им не сильно захочется так быстро цвести, они увидят, что у них условия не очень подходящие. А вообще, ну, кому-то это хорошо. Кто-то, например, сейчас уже через 2 недели будет высаживать в теплицу. Я вот в прошлом году, скажу честно, я перевалила в большие емкости, вот в этих 5-литровые баклуши. Я была даже рада, что они цветут. Я высадила первые свои томаты с маленькими, с малюсенькими помидорками. Они дали самый первый урожай. Смотря, чего вы хотите от этих томатов. Ну, конечно, у томатов цветочные кисти я бы не советовала, как у перца, прищипывать или удалять, потому что первые кисти это самые крупные, самый наш первый долгожданный урожай. Мы над ним трясемся. Постарайтесь их сохранить. Они, если даже зацветут и там завяжутся малюсенькие томатики, если вы осторожно с ними будете обращаться, возможно, вы при пересадке даже их сохраните. Вот мне иногда это удается. Если рано зацветают, я даже очень хорошо к этому отношусь. Кто-то боится, не хочет этого. Так. Ну и все сейчас. Ну вот пишет Ирина, а что, от фитоспорина может появиться плесень? Ну, фитоспорин это и есть плесень, просто плесень хорошая. И иногда люди даже не могут что это, определить, хорошая это плесень или плохая. Поэтому я вот на первых этапах фитоспорином не поливаю, чтобы не запутаться. Пишет Дмитрий опять. Земля не могла так быстро оттаять, если в теплице не было снежного покрова. Но я понимаю, что людям некоторым лучше знать, быстро могла так оттаять или нет. Я вот говорю, что оттаяла, а они говорят, нет, не могла оттаять. Никакого снежного покрова там не было. Я еще раз говорю, что я снег не накидываю. Земля уже оттаяла. Вот сегодня у меня там в теплице плюс 20. Ну как при плюс 20 земля не оттает? Ну о чем? Я не знаю. Какие-то вот эти недоверия в таких мельчайших вопросах. Вот пишу, что оттаяла земля. Нет, она не оттаяла у вас. Не могла у вас оттаять. Ну, наверное, я специально это все придумываю. Пишет Наталья Калмакова. Очень интересный вопрос. Ольга, а почему привикур от плесени не помог? Смотрите, Наташ, вы когда, если видели мой посев, вы, наверное, видели, что я проливаю только полоски. Полоски вот эти бороздки, куда укладываю семена общего полива, потом по рассаде у меня нет. Скажу, почему общий полив не делаю. Чистый из экономии. Привикур очень дорогой. Я его экономлю. Вообще в инструкции, я же вам рассказывала про привикур, там написано, что надо семена посеять, землей закрыть, и потом раз сверху полить. А когда рассада взойдет, там через какое-то время, через две недели, по-моему, сделать второй вот такой общий полив по грунту, это будет гарантия. Но я из экономии поливаю только бороздки, общий полив не поливаю, потому что у меня очень много лотков. Вот на данный момент уже 40 лотков. Если все поливать привикуром, таким сплошным потоком, это будет мне очень дорого стоить. Поэтому я поливаю бороздки. И иногда, вот как, ну между бороздами не обработано же, иногда там все-таки вот это, появляется, наверное, патогенная микрофлора, и оно, появляется плесень, и тогда только те места, где появляется плесень, я уже или поливаю дополнительно привикуром, или присыпаю залой. Но я сразу скажу, что с плесенью бороться реально, у меня ни разу от плесени не погиб ни один сейнец. Я быстро, я же каждый день смотрю, и если где-то у меня в каком-то лотке атмосфера мне не нравится, я, конечно, могу полить вторично привикуром, но, конечно, я делаю это все экономно, только в том случае, если действительно появляется плесень. Но если у вас один или два лотка, вы можете сразу весь грунт полить привикуром, у вас тогда плесени не будет. Все, до свидания. На этом я кончаю. Ну, вот тоже пишут, здравствуйте, не по теме, но комплимент на старых видео, вы другая, вы так хорошо выглядите, сейчас похудели. Ну, опять еще раз повторю, работаю над собой, и вот это вот, кстати, нагрузка в огороде, раньше же я столько не занималась, после выхода на пенсию я стала больше в огороде вот это делать. Конечно, это ежедневные приседания, ежедневные наклоны к земле, матушки, все это помогает. Желаю вам такой же бесплатной, омолаживающей процедуры, как упражнения в огороде. Сейчас выйду, у меня очень большие надежды на эту весну, сейчас активно начну копать грядки, все это делать, и у меня, конечно, забуду сразу о моей больной спине, о моем возрасте, о том, что мне 60 лет, через год с чем-то, я буду думать о том, что я все хорошо делаю, все правильно. Раз у меня есть результаты, значит, я иду правильной дорогой. Желаю всем успехов, хороших урожаев, омолодиться, вырастить много-много овощей. Я еще почему хорошо выгляжу? Я же сидела на диете огородника, я за зиму съела все овощи, которые я вырастила тем летом. Обычно мы выкидывали свеклу, мы выкидывали морковь, все это у нас засыхало или израстало. В этом году я взялась, такой себе план поставила, все, что вырастила, для чего я выращивала, не зря же я должна все это употребить, и все это съела. И вот вам результат. Молодая, красивая бабушка, вышла весной. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова